Друзья, всем привет! Исполнил небольшую, ну не то чтобы мечту, хотелку скорее. Мечту бы исполнил, если бы другую пушку купил. Ну, об этом тоже потом расскажу. В общем, я себе приобрел новый страйкбольный привод LR300 от компании A&K. И сейчас будет на него обзор, распаковочка. И в конце, по традиции, мы с него постреляем по мишени, оценим его. И, в общем, погнали. Пока я его распаковываю, буду рассказывать небольшую предысторию, почему я вообще его купил, зачем он мне нужен и так далее. Ну, как вы знаете, у меня было два привода М-серии. М4А1 от компании LCT, а также AR15 от CIMA. И вот, я планировал там их внутрянку разобрать, посмотреть, что вообще она из себя представляет, заменить там что-то и так далее. Но времени у меня нет, они куплены с рук. Надо долго разбираться, что там не так, чего менять, как все делать и так далее. Поэтому я решил их распродать и купить себе новый. М4А1 я уже продал и попозже еще выставлю AR15. Купил себе новенькую LR300, чтобы без всяких сложняков, без головняков, так сказать, базовый привод, без ничего. Если какие-то поломки будут, то они как бы целиком по моей вине. Я уже буду знать наполовину, что делать, что менять и так далее. Пока распаковывал, порезался неаккуратно. Вот такая картонная коробка, черная, стильная, без всяких выпендрежей. Вот, даже в виде кейса такого, то есть можно ее вот так вот переносить. Та-дам! Красивенькая, новенькая LR-очка. С коротким стволом. Тоже объясню, почему именно короткий. В общем, блин, классная. Сейчас давайте в магазин присоединим. Магазин бункерный на 450 шаров. Серый такой, стилизованный. Вот как и выглядит. Блин, а слушайте, вообще прикольно, мне нравится. Она, кстати, потяжелее оказалась в коробке. Ну, видимо, вес коробки ощутимо так повлиял. Блин, классно, ребят, для сталкер страйка самое то. Есть еще версия от той же компании с длинным стволом. Но он реально слишком длинный, на мой взгляд, был. Поэтому я решил взять с коротким. Поскольку у меня есть еще глушитель с трассерной насадкой. И под LR-ку прям отлично подойдет. Все это попозже тоже закреплю. Посмотрите, как с обвесами она выглядит. А кок тоже с собой притащил. Ну и давайте посмотрим. Состоит она в основном из металла. То есть пластиковая только ручка. Ручка удобная. Читал описание. Типа производители сделали, как у Colt M1911. Ну, если мы говорим уже про боевой прототип. Цевьё тоже с антискользящими такими ребрами. Достаточно удобное. Ну и с выемками. Классно, классно. Мне очень нравится. Ну, тоже пластиковое. Все остальное металл тут, в принципе. Приклад рамочный с пластиковым тыльником. Вот как складывается. То есть мы поднимаем и вот так вот осуществляем складывание. Ну, к сожалению, он не фиксируется в сложенном положении. Вот так вот болтается. Но в сумке там, на плече вот так вот его, в принципе, я думаю, вообще отлично. Кстати, можно даже обратно не поднимать, просто не люфтит отлично. Вот почему именно LR-ка. Я до этого хотел себе SIG 550. Вот это моя мечта прям была. Если вместо эмок что-то брать, то SIG 550. Но, к сожалению, SIG-и, они очень редкие. Продаются по 30 тысяч. Кроме того, у SIG-ов, в отличие от LR300, нету планки Picatinny. Их сложнее как бы обслуживать, потому что это более редкий вид приводов. А LR-ка это, по сути, производная от M4. Поэтому внутри даже стоит стандартный гирбокс второй серии. Можно будет, если что, легко поменять все. Так, ну, продолжим попозже наш рассказ. Надо еще посмотреть, что тут в комплекте идет, помимо самой LR-ки. Шомпол, кстати, как у дробовика, который я тоже снимал. В комплекте еще комплект шаров. Не знаю, какие они, но я с собой притащил свои, по традиции. Также тут две антабки, что очень хорошо. Потому что ремень мы тоже закрепим. Вот такие антабки просто вкручиваются. Я попозже чуть-чуть покажу, как это все делается. Это я уже не знаю, для чего она нужна. И, к сожалению, я в интернете тоже не нашел, зачем она нужна. Но если я в будущем разберусь, то вы знаете, смешанные выпуски по страйкболу у меня иногда выходят. Я там в будущем более подробные, так сказать, заключения по этой пушке сделаю. И если разберусь, то и про эту финтиклюшку расскажу. В общем, что тут еще интересного. Мне еще понравилось здесь то, что рукоятка взвода, она самостоятельный элемент. Ну, кстати, с защелкой. То есть, просто так мы ее не отодвинем, надо нажать. Ну, в общем, как у настоящей. Это имитация просто. Никакого функционала не несет. Чисто ради красоты, ради антуража. Передернуть, перезарядить. У обычных эмок, вот на прошлых моих эмках, была такая функция у этой рукоятки, когда ее отодвигаешь, шторка затвора тоже отодвигается. И мне это не очень нравится, поскольку, ну, блин, все открыто. А тут ее надо самостоятельно отодвигать. Она подпружинена, ее ногтем поддеваешь, и вот у вас камера хоп-апа регулируемая открывается. Вот с помощью этого колесика мы регулируем хоп-ап. То есть, подкрутку шара, чтобы он либо ниже летел, либо вообще вот так вот его заводило. Ну, я думаю, тут ничего особо крутить не надо. Ну, посмотрим, постреляем. Но, думаю, производители все стандартно хорошо сделали. Открутим пламегаситель, поставим глушитель, посмотрим, как это все будет выглядеть. В комплекте сразу установлен вот такой вот целик, перекидной, кстати. Более широкое отверстие, если в темное время суток, более узкое для светлого времени суток. Ну, вообще, если мы хотим как по-сталкерски, то его нужно выдвинуть вперед, чтобы прям как в сталкере было. Чем обычная LR-ка, вот эта, например, отличается от сталкерской модели? У сталкерской модели приклад другой. Цельная фурнитура, регулируемая. А здесь стоит рамочный приклад. LR-ки с цельными прикладами очень редкие. Они в свое время выпускались от компании G&G ограниченной партией. И я у одного человека спрашивал, почем он продает. Написал, цитирую, отдам за 80К вместе с Сусатом. Я такой, ооо, не. Я и так вот эту LR-ку взял за 20 тысяч. Сейчас цены на приводы страйкбольные просто бешеные. А тут, блин, 80К с их не спасибо. Я лучше этот приклад, если захочу, сам сделаю. Даже гайд в Ютубе имеется. Ну, мне гайд не нужен, тут и так понятно. Ну, это я еще подумаю, буду ли я антуражить данную LR-ку под сталкерский вариант. Мне и так нравится. Вот. Хорошая, прикольная пушечка. Тут еще имитация нерабочей затворной задержки. Переключатель, естественно, он функционирующий. То есть предохранитель, одиночный режим и автоматический режим. Ну, спуск, как на обычной М-ке. Можно вообще вот этот блок открутить. Вот видите, там внутри под шестигранник имеется болт. Мы его откручиваем, и вообще вот этот приклад можно убрать, поставить обычный регулируемый, как на М-ке. Но, блин, для сталкера данная пушка самый идеал, потому что у него складной приклад, короткий ствол. Это получается как Ксюха АКС-74У, только, ну, в виде М-ки. Ну да, вот обратная сторона того, что аккумулятор находится в цевье. Мне достаточно сложно его выдвинуть. Но, тем не менее, я это сделал. Удобнее, чем в прикладе, потому что, блин, вот тут вот его нигде не разместишь, а в цевье самое то. Вот у нас крепление для аккумулятора, разъем мини-тамия. Как раз у меня от самой первой моей ЦИМа М-ки остался аккумулятор, который мы сейчас установим. Установим, вот присоединяем. Сначала просто проверим. Одиночный режим. Нормально. И автоматический режим. Аккумулятор не прям топовый, но с ним проблем вообще у меня никаких не было. Тут главное, слишком провода не зажать. Давайте теперь установим антабки. У меня имеется одноточечный ремень, а тут имеется резьба как раз сюда. То есть, одноточечный ремень как раз для приклада, нежели для цевья. Мы просто вкручиваем антабку. Ну вот, она, в принципе, надежно держится. И сразу ремень давайте установим. Вот такой вот растягивающийся, регулирующийся на карабине. И, кстати, с помощью вот этой кнопки можно вытащить этот ремень запросто. То есть, тут быстросъемная система за счет вот таких вот шариков металлических. А чтобы вот обратно поставить, мы нажимаем кнопку и отпускаем. Ну и вот, в принципе. Тут, конечно, просто подрегулировать, чтобы он у меня выше был. И все, и считай, как дробовик у тебя небольшой висит. Если мы прикручиваем сюда антабку, уже цевь ее нельзя будет вперед выдвинуть. Надо будет антабку снимать. Ну, вообще, не так же часто аккумулятор меняется. То есть, вставил его, пользуешься всю игру, потом вытаскиваешь, заряжаешь. Не вижу в этом прям какой-то непреодолимой проблемы. Хотя тут уже, ай-яй-яй, развесовка другая. То есть, он не хочет уже вот так вот быть. Он уже... Ну, зато его за спину можно. За спину вот так вот повесил. Что еще круто? Мушка здесь откручивающаяся, съемная, тоже на шестигранных болтах. Ну все, давайте слова в сторону. Сейчас установим оптику, глушитель. И потом я приклею мишень, точнее, установлю ее. И посмотрим, на что эта малышка способна. Конфуз тут образовался, блин. Болт или не болт, я не знаю, что это. Кернение, которое держит пламегаситель. И чтобы его снять, нужно, соответственно, снять вот это крепление. У нас никак не получалось, потому что шестигранник, казалось бы, который подходит, он нифига не откручивает. Ножницами даже пытался я, ничего не выходит. Ну ладно, тогда без глушителя. Я уже дома разберусь с этой темой. Поставлю глушитель. Этот долбанный винт выкину, потому что в нем вообще нет никакой пользы. Пламегаситель, глушитель и так прекрасно держится на резьбе обычной. И, кстати, я еще забыл упомянуть то, что в коробке находился вот такой ключ. С его помощью мы как раз и можем открутить узел с прикладом. Вот пазы под вот эти выступы. Но это нам пока не надо. Ладно, тогда постреляем хотя бы с прицелом. Глушитель я просто хотел поставить, чтобы показать вам, как она выглядит со всеми обвесами. Кстати, что очень хорошо, металлические и механические магазины от ЦИМа отлично подходят сюда. И вот можно даже сравнить люфт родного бункерного магазина серого и люфт ЦИМовского. Если даже не меньше, то хотя бы, по крайней мере, одинаковые. Вообще не люфтит практически. Классно, мне нравится. Сначала попробуем бункерный магазин. Ну, я думаю, ничем они не отличаются, кроме метода подачи. То есть этот надо будет подкручивать периодически. Мишени вон у меня там стоят на 20 метров ближайшие. Ну, я примерно замерял. И на 30. Испытаем кучность стрельбы, так сказать, на такие расстояния. Вообще он должен еще дальше бить на 60 метров, как я в обзорах видел. Но уже замучаемся мы. Погнали. Серия пусть будет из 10 выстрелов. Потом подойдем и посмотрим на кучу. Одиночный режим стрельбы. Вот три отверстия рядом смог положить. Судя по вмятинам, еще вот сюда прилетало. И, наверное, прицел я не пристрелял. Он был пристрелен для М4А1, а там другая баллистика маленькая. А тут я чисто по струе, так скажем, стрелял. Ну, нормально вообще. Сейчас посмотрим, может, бункерный магазин хуже подает, чем механический. И от этого тоже влияет. Попаданий существенно больше. Раз пробития есть, значит, вот эти вмятины вряд ли были попаданиями. Не думаю, то, что бункерный магазин повлиял. Возможно, я, точнее, механический магазин, возможно, я просто пристрелялся на глаз уже. Ну, вот это достаточно кучное место у нас. Ну, кстати, выкрутил я хоп-ап маленько. От начального положения прокрутил его в оборот где-то один. Проверил, и да, дело было в хоп-апе. Пока я его не выкрутил, он стоял на нуле, и поэтому шарик сначала вперед какое-то расстояние летел, а потом падал. Сейчас вроде больше расстояние он пролетает, прежде чем упасть. Посмотрим сейчас на дальние мишени уже на 30 метров. За примерно 17 выстрелов у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь попаданий. Плюс еще прям вот сюда прилетало, то есть чуть-чуть не долетало. Ну, я считаю, нормально. Хорошая вполне кучность, вон даже в яблочко попал. А сейчас мы попробуем поставить бункерный магазин, все-таки тоже проверить, что из него вышло. А это я вот так вот отмечу. 30 метров, бункерный магазин. Постараюсь 10 шаров выпустить, но если тоже опять-таки не попадать буду, то больше сделаю. Раз, два, три, четыре. Прям в яблочко практически идеально. Так, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, короче, бункерный или механический магазин, в общем, не влияет. Единственное отличие, это то, что бункерный магазин надо постоянно там колесико подкручивать, у него больше емкость, 450 шаров, и такой магазин на сталкер-страйке не допускают, конечно же. А так, на страйкболе можно с ним только ходить. В общем, кучность неплохая. Если сравнивать с М4А1, то каких-то отличий нет. Внутрянка база, поэтому какой-то сверхъестественной кучности ожидать не стоит. А лезть во внутрянку я не собираюсь, потому что, ну, пока не знаком с этим. Да и бывалые страйкболисты говорят, если ты особо не хочешь над этим паре, составь как есть, не лезь внутрь и играй в удовольствие. В принципе, я с ними согласен. Давайте подведем итог. Мне очень пушка понравилась, даже несмотря на то, что я не смог поставить пока что глушитель. Я это обязательно исправлю. Хорошая пушка, новенькая. Надеюсь, она мне прослужит очень долго, не будет ломаться. Возможно, сделаю на нее какой-нибудь тюнинг. Но, опять-таки, в виде приклада, планок Пикатинни. Обязательно это все сниму, вам покажу в смешанном выпуске. Друзья, поддержите, пожалуйста, данное видео лайком. Подписывайтесь, если еще не подписаны. И предлагаю посмотреть другие видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok